28-летняя девушка Аня Иванова даже не подозревала, что у нее рак, пока не пошла проходить очередной медосмотр. Анализы крови выявили лимфогранулематоз. Это рак лимфатической системы, входящий в иммунную систему человеческого организма. Обратиться за помощью к нам в редакцию Аня посоветовала ее коллектив. Девушка работает барменом в ресторане «Визит». Пошла проходить в медкомиссию, плохая кровь, сказали, проходить анализы, послали в Кострому, взяли на анализ. Пришло заключение, лимфогрануитоз. Потом послали меня в Москву на анализ, я возила, и сказали, что рак лимфатических условий. А вы раньше что-то чувствовали в доме досмотра? Да нет, нормально себя. Говорят, что рак не болит, случайно его обнаружают. Ну как в коллективе переживаете? Конечно, все переживаем, ждем, чтобы побыстрее отправить лечиться, но лучше, надеемся. Но своими силами никак не справиться. Вот, помощи ждем. Статистика утверждает, что лимфогранулематоз находится на девятом месте среди всех онкологических болезней. Основным методом его лечения является не только прием медикаментозных препаратов, но и химиотерапия, лучевая терапия. Аню направляют на лечение в Обнинский онкологический центр. Для этого нужны значительные денежные средства. Собрать их самостоятельно у девушки не получится. В Буе она живет одна, снимает комнату в общежитии. Мама проживает в Буйском районе. Не сказали, даже стадию не назвали. Просто там врачи не разговаривают. Надо ехать. Кто-то в семье, никто не болеет? У меня у тети рак в груди был. Когда нужно уже начинать лечение? Чем быстрее, тем лучше. Документы сейчас оформляют мне туда, в Обнинск, чтобы это направление врач мне выписывал. С Москвы надо еще эти анализы забирать обратно, стеклышки. И там уже ехать туда. Лечение дорогостоящее. Просим помочь, как бы нам одним не справиться. Сбор денег надо в ближайшее время собрать. Для того, чтобы помочь Ане победить страшную болезнь, деньги на лечение можно перечислить на карту Сбербанка или приносить в ресторан визит. Продолжение следует...